Всем привет, мои хорошие! Всех поздравляю с праздником, Днём Победы! Желаю, чтобы никогда-никогда в жизни у нас не было войны. Даже не представляю, смотрю все эти фильмы. То есть наводит такой прям кошмар и дикий ужас, как это всё было. Это кошмар. Я не представляю, что перенесли матери, отцы, жёны, когда детей отправляли, мужей отправляли. В общем, это страшно. Желаю, чтобы никого-никого из нас, это никогда в жизни ни нас, ни наших детей, ни дальше кто нас будет, чтобы этого не коснулось. В общем, вот такие вот дела. Чё хочу сегодня приготовить. Короче, я взяла минтай. Ну, я его уже всё помыла, почистила, там всё с него выпотрошила, обрезала все эти плавники. Я никогда так не готовила. То есть, если бы я это сделала раньше, то это было бы примерно так. Я бы его обваляла в муке, пережарила, а потом сделала бы зажарку, добавила бы это всё и протушила бы. Вот такой бы у меня был рецепт. Я никогда не видела, чтобы кто-то так готовил. Может быть, кто-то и готовит. В общем, хочу сделать его в духовке, но заливку сделать сайрана, чтобы он взялся корочкой. В общем, сейчас покажу. Не знаю, что получится. При вас попробую. Вот так своим домашним. Ну, тоже хочу эту же рыбу сделать, только с пюре. А сама хочу просто поесть, там, с зелёным луком. В общем, вот такие вот дела. Короче, там у меня один вопрос мне задавали. Получаете ли вы что-нибудь с Ютуба? Конечно, нет. То есть, на это нужно время раскрутить, развить свой канал. Но я бы хотела, конечно, это. Я хотела бы получать зарплату с Ютуб. То есть, что-то рекламировать. Ну, если такое возможно, если такое получится. Вообще, надежды у меня есть на это. Так что, подписывайтесь на меня, ставьте лайки. А так, у меня, конечно, есть планы. Прям очень большие на этот канал. Так что, ну, нужна раскрутка. Всё потихонечку, со временем будет. Будет ещё много интересного. Первое, что я должна сделать на этом канале, это похудеть. И стройку будем показывать. И наши ремонты, и наши новоселья. В общем, много чего ещё будет. Вот, что ещё. Ну, что, начну. Никогда не пробовала. Не знаю, что это будет. Я вам всё покажу, что получится. Почему я выбрала именно айран? Я, когда мариную курицу, тоже добавляю всегда не сметану, и не майонез, ничего, а именно вот чуть-чуть айрана. И вот я же по этому принципу хочу попробовать. Интересно, что получится с рыбой. Как-то я курицу уже мариновала. Вы видели, ну, именно по такому рецепту. А это, не знаю, это всё-таки рыба. Добавляю паприку. Обязательно паприку. От паприки цвет становится очень красивый. Дальше. Чёрный перец добавляю. Так, не жалея, всё ложу. Добавляю соль. Ну, наверное, всё. В общем, чёрный перец, паприка, соль и айрана. Чуть-чуть айрана там, ну, буквально грамм 50. В общем, всё, вот это я сейчас так залила. Сейчас я это всё ахалай-махалай сделаю. Всё, всё перемешалось у меня. Вот такое всё получилось. Пускай они постоят, чуть-чуть подружатся. И потом я положу в духовку. Ну, наверное, ещё, чтобы он не прилип, наверное, к сковородке, к противню, наверное, надо подушку, луковую подушку сделать, я так думаю. В общем, чё, ставлю всё. Потом всё покажу. Так, ну чё, в общем, оно всё у меня там подружилось уже. Замариновалось. В общем, я лук порезала. В общем, чё я сейчас сделаю? Буду в сковородку выложу. В общем, разложу подушку вот такую с лука. Ну, чтобы на случай, вдруг, если лук никто, наверное, этот не будет, но посмотрим, как он себя поведёт, если он чуть-чуть поджарится. Может быть, кто-то и будет. Это я вожу на случай, чтобы она у меня не прилипла к сковородке, и потом мне пришлось это всё отдирать. Так. Всё, вот такую вот подушку я с лука выложила. Теперь попробуем это всё выложить. Никогда я никогда не делала ментай в духовке. Я знаю, там томатной пастой как-то заливают. Никогда я даже так не пробовала. Томатную пасту я не захотела из-за того, что... Ну, изжоги, чтобы не было. Так, надо это всё разместить, чтобы всё это поместилось. Ментай для похудения прям само-то. Всех смотрю, вот блогеров, кто худеет. А я его и люблю, эту рыбу мы и раньше её ели. Но мы её ели, видите, жареной там, с подливой, жареной на муке. Всё, всё, я залила. Так, сейчас, две секунды. Всё, вот так сиедело выглядит. Думаю, получится. Всё, сейчас поставлю в духовку. Ну и уже, собственно, покажу вам, что получится у меня в конце. А вы расскажите, как готовите ментай именно вы. Именно вот, чтобы он был, чтобы в нём сохранилось на минимальных калорий. Вот. Всё, поставила свою рыбёшку в духовку. Ждём, в общем. Знаете, там мне писали, Юля, открой свою группу в WhatsApp, будем худеть вместе. И вот я даже не знаю, подумаю по этому поводу, насчёт группы. Что я могу дать в этой группе? То есть я ещё не специй, не профессионал, и не так уж намного я и похудела. То есть, чем я могу научить людей, и вот я не знаю, для чего нужна эта группа. Вы что думаете по этому поводу? Мне несложно, я открою. Но я вообще всех этих групп очень, прям, очень избегаю. Мне вот хватает, знаете, школьные. Вот мы сейчас дистанционно занимаемся. Старшие дети у меня как-то, они всё сами. Я им не особо сильно помогаю. То есть они у меня уже самостоятельные. Старший сын у меня вообще очень хорошо учится. То есть я туда даже, даже и, в общем, даже не наблюдаю за ним. Я знаю, что он всё сделает на отлично. И вот, допустим, если группы есть какие-то, вот там, то вещи продают, то какая-то посуда. Это какой-то кошмар. Утром встаёшь, там хоть книгу читай, там 200 сообщений, 130 сообщений. В общем, телефон мой вообще трещит по шлам. И я не знаю, вот что, если вы хотите, я сделаю такую группу. Но я не знаю, что мы будем в этой группе делать, о чём мы будем общаться. В общем, даже не имею пока представления. Знаете, я знаю, есть кто худеет, там открывают группы. Я сама в таких группах иногда состояла, потом удалялась. Просто из-за невозможности утром встаёшь. У всех разные часовые пояса. У кого-то ночь, у кого-то утро. И все люди пишут, пишут, пишут. И с утра встаёшь, это просто всё нереально прочитать. И сейчас вот у меня такая назойливая группа. Это группа нулевой класс. Это какой-то кошмар. Там столько задают заданий. Вроде бы нулевой класс, да? Мы же не первый класс, там не второй. Потом это всё начинают родители дружно скидывать. Все своих детей. Кто-то стишки рассказывает. Кто-то песни поёт. Кто-то рисунки свои выкладывает. И вот это всё, пока я найду до сути, что хочет вообще от нас учитель. Иногда я просто даже не успеваю зайти, прочитать сами задания, что хочет учитель. Я вот думаю, в старших классах такого нету, как нулевой. Это что за бред? Ладно, в первом классе ещё, я понимаю, нулевой класс, чем мы, родители, можем научить этих детей. То, что мы занимаемся, там пишем в прописях. Но я думаю, этого достаточно. И мне вот прям хочется этой учительнице сказать, что ты вытворяешь, что ты творишь. Ну, в общем, ладно. Ладно, потерпим ещё чуть-чуть. Вроде бы говорят, уже 15-го числа должны закрыть годовые оценки. Может быть, после 15-го уже всё это прекратится. Ладно, потерпим. Столько терпели. Сейчас теперь что жаловаться. И вот я не знаю, какой формат мне, допустим, открыть группу вот в WhatsApp. Что скажете вы по этому поводу? Вот, учить я никого не смогу, чему учить. Сама ещё ничего не умею. Сама только пытаюсь со всякими срывами и прочим. Ну вот. Такие вот дела. Вот такой вот у меня и ответ, и вопрос. Ну, в общем, сейчас своим пюре сварю с рыбкой. Если она будет вкусная, конечно. А сама поем просто рыбу. И пойду в окородцевый зелёный лук, перья. И вот такой у меня будет обед. И, возможно, ужин. Не знаю. А вот по поводу YouTube, да, конечно, планы у меня есть большие, грандиозные. Ну, не знаю. Есть ли у меня потенциал? Нету, скажите сами. Чтобы канал, чтобы зарабатывать с YouTube, там столько тонкостей, да. Там надо раскрутить. Нужна реклама. Потому что сейчас столько таких, как я, миллион. И у каждого уже своя публика. И, допустим, если бы это было лет пять назад, да, и мало было и блогеров, можно было бы выскочить. А сейчас уже людей ничем не удивишь. То есть у каждого своя публика. И, соответственно, люди уже не успевают смотреть всех тех, на кого подписаны. Так что вот так. Ну, вообще, планы есть, надежды есть. Хочу, конечно. А там посмотрим. Ну, ладно, всё. Не буду вам воду лить. Сейчас рыба дожарится. Покажу вам. Всё, моя рыбка запеклась. Вот так она выглядит. Вот такой у неё цвет. Прям как у жареной, видите. Вот прям так я и хотела. В общем, сейчас буду пробовать. А это у меня салат с фасоли домашний. Всё, вот такой у меня обед. Сейчас попробую, что получилось. Это первый раз я такую рыбу делала. Сделаю себе шиповник, что я вчера заваривала. В общем, пробуем. Ну, вкусно, правда. Очень вкусно. Так что всё, беру себе рецепт. Фаворит. То есть, если бы я её пожарила бы на муке, в подсолнечном масле, потом бы это всё протушила, в ней было бы намного больше калорий, чем вот я так сделала. Так что вот так можно делать. В ментай калорий очень мало, белка много. Шиповничек. Очень вкусно, очень. Так что всегда можно найти альтернативу. Шедеврально просто, шедеврально. Потому что я варёную рыбу не люблю. Думаю, как можно приготовить ментай. И хотела бестоматной пасты. И вот получилось. Так что это мой личный, собственный рецепт. М-м-м-м. Очень вкусно. Так что на ужин я тоже буду есть и это же. Вот можешь, Юля, когда хочешь. Собачка гавкает наша. Никого нету. М-м-м. Правда же, вкусно, вкусно. Не обманываю. Попробуйте. И не видела я никогда такой рецепт. Может, он и существует, но я не видела. Так что это придумала я лично. М-м-м-м. Любую рыбу люблю. Но люблю её жареную. Так что я думаю, можно любую рыбу готовить по такому рецепту. Это мой салат с фасолью. Я сама его летом делала. Со своих помидор, со своего перца. Салат с фасолью. Это рыба хороша, что и косточек мне очень мало. М-м-м-м. М-м-м. Ну всё, мои хорошие. Такой у меня был обед. Очень вкусный. Всем советую. Особенно, кто худеет. Пользуйтесь на здоровье. Всё. Всем пока-пока. М-м-м-м. Ну, а до следующих видео. prints и .